Добрый вечер! Худка-радовница, на яким з гомельских рынков ассортимент штучных кветок самый великий, а цены наибольшь примальные. Параунаем и зробим выводы. А зараза богатым подробязна у нашим сёняшнім выпуску. Рост и диверсификация экспорту. Такую задачу перед промысловым сектором экономики, подчас что годового послания до белорусского народу, поставил президент краины. И означал, что на традиционных рынках сбыта айчинной продукции, в первую очередь Украины и России, сократился платежоздольный попыт. Тому поширение экспортной географии для рентабельной работы многих предприемствов – сейчас одно из ключевых вопросов. Але самым актуальным, по ранейшому, застаётся скорочение вытворчих выдатков на 25%. А зараз это стратегичный накерунок повышения конкуренто-здольности экономики. И он тычется каждого працонного места, технологичного участка, завода, сельгаз-предприемства и Галины. Уся задачи, нагадаем, утримливаются в указе номер 78 об мерах по повышению эффективности социально-экономичного комплексу. До речи, всё лето в первом квартале тенденция до снижения себекошту продукции означена на многих предприемствах нашего региона. Утым лику на Гомельском химичном заводе. В первом квартале рентабельность працы управлений с отповедным летом тут досягнула амаль 13%, а вытворчие выдатки скоротились на 7,5%. Померкование его керавництва до конца 2016-го отримается выйти на необходный узровень – минус 25%. На нашем предприятии постоянно проводятся определенные мероприятия по реконструкции модернизации основных производств, которые являются также и основным рычагом для снижения себестоимости. Например, модернизация серно-кислотного производства, проведенная 5 лет назад, на сегодняшний день позволяет полностью отказаться от покупной теплоэнергии, не использовать на производство тепловой энергии природный газ, а также наполовину обеспечивать себя собственной электроэнергией, что дает весомый вклад в снижение себестоимости. Также к снижению затрат приводит экономия материальных ресурсов, в основном сырья. Как одно из мероприятий – это закупка более дешевого сырья. А как основной рычаг экономии – непосредственно отработка технологий и поиск более оптимальных режимов, позволяющих снизить непосредственно удельные расходы сырьевых потоков. Зараз Гомельский химичный завод – одно из ведущих предприемств нафтохимичной глины Беларуси и буйнейшей Украине, где вырабляют минеральные удобрения с утрыманием фосфором. До 60% продукции отправляется за межы краины. Это среднегодовый показчик. По выниках работы в первом квартале доля экспорта досягнула омаль 85%. Для нашего предприятия, как и для любого другого, существуют традиционные рынки сбыта – это Польша, Литва, Латвия, Украина. Конечно, целевые рынки не всегда обеспечивают наши потребности в продаже продукции, поэтому вопросами диверсификации мы занялись на предприятии уже давно. На сегодняшний день география нашего экспорта составляет более 10 стран. Наша продукция была представлена на таких рынках, как Грузия, Молдова. Дарившись притягнением наукового потенциалу беларуских специалистов, на предприятии поширают ассортимент удобрения. В этот год появляются 34 новые марки, непосредственно для каждой растительной культуры. В первом виде некоторых новинок импортеры оценили сразу, в отличие от беларусских поживцов. К сожалению, на сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что если зарубежный потребитель желает закупить у нас трехкомпонентное удобрение, это азотно-фосфорно-калийное удобрение, то на внутреннем рынке пока предпочтение отдается двухкомпонентным азотно-фосфорным удобрениям. Трехкомпонентные удобрения хороши тем, что их необходимо вносить один раз, они содержат в своем составе сразу три необходимых для питания растений элемента. Двухкомпонентные же удобрения необходимо их внести, и потом дополнительно внести еще третий питательный компонент, это калий. Поэтому в основном трехкомпонентные удобрения мы поставляем на экспорт. Очень маленький процент данных удобрений применяется в республике, к сожалению. Протягиваем выпуск у студии Марина Северьянова. Узровень вертания затрат на жильево-коммунальную господарку беларусами повинен узрастать не за кошт тарифов, а шляхом снижения выдатков коммунальщиков. Такую задачу ставить перед жильево-коммунальной галиной Беларуси у РАД. Даречи, зараз гэтый показчик у середням складая коля 40% от реального кошту послух. До конца года он досягнет 50%, причем дзеючие тарифы не повысятся. Ины затвержены на весь год. Выход – снижение расходов организации, який эксплуатует в пылный жильевый фонд. У Беларуси плануется узмацнить механизмы державной адресной социальной подтримки грамадян. Нагадаем, ответное решение утримливается во указе керавника державы номер 78 об мерах по повышению эффективности социально-экономичного комплекса. Один знакерунка – укоронение с первого кострышника этого года безнаявных жильевых субсидий для приватной оплаты основных жильево-коммунальных послух. Право на получение безналичных жильевых субсидий будут иметь граждане, у которых совокупный доход ниже определенного уровня. То есть здесь будет сравниваться сумма начисленной платы за жилищно-коммунальные услуги. Если эта сумма будет больше 20% совокупного дохода семьи, в таком случае будут предоставляться безналичные жильевые субсидии. Безнаявные жильевые субсидии будут наличаться двумя шляхами. Первый – автоматично. В этом допоможет информационная система развлеков АИС «Разлік жильево-коммунальные послуги». Будет сбираться информация с фонда САЦ «Обароны», выучаться дадены об жилых помешканьях, которые находятся во властности семьи, известки об регистрации акта у гражданского стану, об договорах найму. На основе анализа у всех этой информации будет зрозумела, кто с граждан саправды находится у складанным финансовым становищем и имеет право на отримание субсидии. Это позволит наличать их без сбора и предоставления необходимых документов. Разом с тем будет денечать и заявляльный принцип отримания допомоги. Важное удокладнение – субсидии будут предоставляться при нормативном споживании коммунальных послуг. Иншими словами, держава не будет допомогать семьям, которые неэкономно расходуют воду и электроэнергию. Безналичные жилищные субсидии будут предоставляться не на все виды жилищно-коммунальных услуг, будут предоставляться на холодное и горячее водоснабжение в пределах нормы 140 литров на человека в сутки. И на электроснабжение в пределах 150 кВт на квартиру в месяц. Также на техобслуживание лифта и на вывоз твердых бытовых отходов. Вот на эти виды жилищно-коммунальных услуг. Протягиваем выпуск у студии Марина Северьянова. Завтра православные християне означать одно из самых головных религийных святов – Великдень. В минулой программе мы рассказали вам, где больше танна купить продукты до святочного стола. И, зразумело, загаде люди рыхтуются и до дня поминания померлых – радовницы. К тому мы наведали центральный прудковский рынок Гомеля и пораунали цены на штучные кветки. Так, самые таны и невеликие папамиры букеты гвозди каштуют у сяго от 6 тысяч. Подшатковая цена наружу меньше на прудковским. Так само от 6, на центральном – от 15. В Гартензе на центральном – от 25 до 100 тысяч, на прудковским – от 15 до 90. Галинка Сакуры в центре каштует 25 тысяч. На Волотове кошт вагается от 30 до 60. Каждый человек с разным узровнем доходов не застанется без покупки. А кроме того, тут можно взносить ритуальные аксессуары. Кошт на ручники на центральном – пачинается у сяго от 5 тысяч. А цена на лампадке на обо двух рынках – от нольковая – от 10 до 20 тысяч. На этом сегодняшний выпуск завершен. Веншую с надыходящим святом Великодня и жыдаю миру и добробыту в ваших семьях. С вами была Марина Северьянова. Як завсюду, сустренимся ровно просты день. Редактор субтитров А.Семкин